Сегодня, на протяжении всего дня, работает пресс-центр Центральной избирательной комиссии. Каждый час здесь новый спикер. В списке их 14 журналисты получают самую последнюю информацию о ходе голосования. Так уже известно, что нарушение мер безопасности на участках не выявлено. Более 70% татарстанцев уже проголосовали в течение 6 дней. Зарина Ахметова сейчас находится в информационном центре. Зарина, добрый день. Какими новостями можешь поделиться на этот час тебе слово? Миляуша, добрый день. Да, хочу сказать, что с утра журналистов стало еще больше. И все мы сейчас продолжаем следить за всей информацией, которая поступает в центр в течение этого дня. Первым мы выслушали выступление Андрея Кондратьева, председателя Центра избирательной комиссии. Ну а после руководитель управления Роспотребнадзора Марины Потяшиной. Как она нам рассказала, каждые два часа на каждом участке проводятся дезинфекции. Обрабатываются абсолютно все поверхности. Есть отдельный вход и отдельный выход. И каждому при необходимости выдается набор средств индивидуальной защиты. Также проработан регламент работы при обнаружении на территории избирательного участка человека с температурой или заболевшего. И как это происходит, она нам рассказала. Давайте послушаем. В случае выявления температуры предусмотрено отдельное помещение, в котором будет реализовано право избирателя голосовать. И соблюдены все меры предосторожности персонала при работе с таким избирателем. Ну и прямо сейчас с нами на прямой связи находится мэр Челнов Наэль Макдеев. Он рассказывает, как проходит голосование в Автограде. К слову, активное участие как в подготовке, так и в процессе самого голосования принимает молодежь. Такую информацию нам дала председатель молодежного правительства. Ну а далее мы ждем появления в этом зале Сырии Соборской, уполномоченного по правам человека в республике. Ну пока на этом у меня все, милевша, я передаю слово тебе. Спасибо, я напомню, это была Зарина Ахметова. Она в эти минуты работает в Центре избиркоме республики. Все новости дня в выпуске программы новости Татарстана на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.